Разочарование может прийти, и его не удастся избежать. Разочарование может быть вокруг вас, но вы не должны его принимать. Помните, разочарование нельзя избежать, но упасть или не упасть духом – это ваш выбор. Я отказываюсь падать духом. На каком основании? На основании того, что Бог любит меня, и Он благой и всемогущий. Он со мной и проведет меня через это, как Он обещал, что никогда не оставит и не покинет меня. Сегодня в передаче «Прикосновения» преодолевая упадок духа. Он заставляет терять веру и не видеть ничего в будущем. Что происходит внутри вас? Что причиняет вам страдания? Что приводит вас к тому, что вы падаете духом? Если вы смотрите новости каждый вечер, то это наверняка заставляет вас расстраиваться. Или, возможно, вы смотрите на счета по оплате своего кредита на дом и думаете «Я ни за что это не потяну». У вас нет работы, вы страдаете, ваша земля страдает. Вы можете все потерять. Возможно, у вас есть и еще много причин, чтобы упасть духом и разочароваться. Но вы должны задать себе следующий вопрос. Сколько все это будет продолжаться? Может быть, вы спрашиваете, где же Бог? Он сказал, что поможет мне, но сейчас я не вижу, чтобы хоть что-то происходило. Возможно, вы чувствуете себя так, словно попались в капкан разочарования. Это как туча, которая окутала вас, словно вы ходите в тумане и не видите помощи ниоткуда. Одним из самых влиятельных служителей Божьих в Писании был Давид. Но и он проходил через сложные времена, как и мы порой. Времена боли, плача и разочарования. Но у него был ответ. Он узнал, как бороться с разочарованием и упадком духа. В этом послании я хочу поговорить с вами о том, как преодолеть упадок духа. Я хочу прочитать два или три стиха из псалмов, которые выражают чувства Давида. В псалме 41.12 он говорит самому себе, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И затем в следующей главе он снова говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Итак, перед нами человек, в жизни которого произошло множество невероятных событий благодаря Святому Духу. И мы видим его как сильного, отважного и смелого мужа Божьего. И в то же время у него, как и у многих людей сегодня, были проблемы. У него в жизни были времена, когда он разочаровывался и падал духом. Я хочу поделиться с вами местом писания, которое ярко описывает времена разочарования в его жизни. Хочу рассказать вам предысторию. Царь Саул гонялся за ним на протяжении многих лет, пытаясь его убить. В итоге он и его шестьсот человек пришли к филистимлянам и сказали, знаете, мы хотим быть на вашей стороне. В итоге они воевали за филистимлян. И они стали хорошими друзьями с царем Анхусом. Фактически он не мог сказать о Давиде ничего плохого. И вот, что он говорит о нем в первой книге царств 29.6. «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчение. Небо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош». Эти князья были командующими филистимской армией. Они как раз собирались на войну, так что царь сказал ему, ты не пойдешь. Давид хотел узнать, почему же он не может пойти, и царь ответил. Вот что произошло. Князья попросили его, выступили против царя и сказали, не этот ли Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Мы не хотим, чтобы он был с нами, потому что посреди битвы, когда мы будем бороться с израильтянами, он возьмет и повернется против нас. Они знали, каким воином он был. И они отправили Давида обратно в Секилак, в город, который достался ему в результате того, что он перешел на их сторону. И вот случается нечто, что приводит его в отчаяние. Все это начинается в 30 главе первой книги царств. В первой книге царств 31-4 написано, «В третий день после того, как Давид и люди его пошли все в Секилак, он оставил армию, которая готовилась воевать, и пошел домой, потому что его туда отправили. Амаликитяне напали с юга на Секилак и взяли Секилак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увидев плен, и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Хочу спросить вас, вы когда-нибудь плакали так, что у вас больше не было сил плакать? Аминь. Вы плакали так, что больше не могли плакать, вот в каком состоянии они были. В 1 царств 35-6 взяты были в плены обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями. Это же был его народ. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих, то есть о своих сыновьях и дочерях, которых увели в плен. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. Слово «укрепился» на иврите означает «ободрился», то есть Библия говорит, что он ободрился. Я хочу, чтобы вы увидели в этом отрывке, что же значит ободриться, когда ты падаешь духом и разочаровываешься. Я хочу, чтобы вы понимали разницу между разочарованием и упадком духа. Разочарование – это эмоциональная реакция на разрушенные ожидания, надежды и желания. Разочарование нельзя избежать. Люди будут разочаровывать нас так же, как и ситуации и обстоятельства. Но упадок духа – это нечто другое. Это когда вы ощущаете отчаяние и глубокую подавленность. Но падать или не падать духом – это наш выбор. Я не должен отчаиваться. Я могу упасть духом, но не буду долго оставаться в этом состоянии. Разочарование не избежать. Обстоятельства порой будут бить по нам и приносить разочарование. Но если я решу, что из-за этого можно отчаиваться, то это только потому, что я так решил. Я хочу спросить вас, вы упали духом? Если вы будете находиться рядом с людьми и общаться с ними, тогда увидите, что сегодня больше тех, кто отчаивается, а не ободряется. Потому что как только вы начинаете с кем-то общаться, вы говорите о том, что не так. Есть много всего неправильного, и в этом нет сомнений. И когда мы с вами смотрим новости, то они могут привести нас в отчаяние. Если вы позволите, конечно, им влиять на свою жизнь. Вокруг полно коррупции, финансовых проблем и прочего. Вот почему, смотря новости, мы с вами в то же время не должны забывать, кто здесь главный. Если вы не помните, кто здесь главный, вы впадаете в отчаяние. Мы должны помнить об этом. Когда я смотрю на это местописание, я вижу, с чем пришлось столкнуться Давиду и как он себя ведет, какие последствия переживает человек, живущий в упадке духа и отчаяния. Первое, к чему приводит упадок духа, он отвлекает ваше внимание, он отвлекает ваш разум и вносит в него сомнения. Человек, который пребывает в упадке духа и отчаяния, не может ничего принять, сколько бы вы в него не вкладывали. Он не может полностью уделить свое сердце или разум чему-либо, потому что в нем есть что-то, что постоянно его отвлекает. И это упадок духа. Я думаю, что многие люди не могут показать всего, на что они способны на работе из-за того, что они падают духом по причине происходящего у них дома, в их финансах или взаимоотношениях. Эти вещи отвлекают их, и они не могут показать все, на что они способны. И одно из последствий – это потеря уверенности. Когда вы начинаете терять уверенность, это влияет на всю вашу жизнь, это влияет на вашу работу, на ваши взаимоотношения с супругом или супругой, детьми и всеми остальными, потому что утрата уверенности приводит к уничтожению. Если вы не справитесь с этим, то что будет? Тогда вы почувствуете последствия во всех сферах. Как мы уже говорили, вы начнете искать виновного и будете злиться, если все будет идти не так, как нужно. Так вы развиваете в себе негативный дух. Вот что говорится в переводе «Живая Библия» в притчах 15.4. Короткие слова дают жизнь и здоровье, а необузданные приводят к отчаянию упадку духа. «Я не знаю, почему она так поступила. Я не знаю, почему он так поступил. Да, просто не знаю». И вы ходите, прокручивая в себе эти мысли. В итоге у вас в голове будет одна каша. Вы приходите к тому, что все больше и больше отчаиваетесь, потому что, послушайте, во-первых, вы знаете, что вы правы, но вы считаете, что вы правы. И что же происходит? Вы начинаете высказывать все эти негативные вещи другим. Но это неправильно. И поскольку вы правы, то все, что вы говорите, должно быть правильным. Если все это правильно, то у вас есть причина, чтобы упасть духом. И вы впадаете в депрессию и остаетесь в ней, потому что там вы чувствуете себя лучше всего. Есть люди, которые любят впадать в депрессию, потому что так у них есть оправдание не делать то, что они должны делать, как жена, муж или ребенок. Им нравится быть в депрессии, потому что для них это легкий выход. Они несчастны, у них нет радости, мира и никакого удовольствия в жизни. И, конечно же, одно из последствий – это глупые решения. Когда вы в отчаянии, вы начинаете тревожиться по поводу своей жизни и принимаете глупые решения. Обычно это решение стоит очень многого. Глупо принимать решения, когда вы слишком устали. Глупо принимать решения, когда вы злитесь. И, конечно же, глупо принимать решения, когда вы упали духом и находитесь, символически говоря, в мусорной яме. И все потому, что вы неправильно думаете. Нужно ли вам оставаться в таком положении? Нет. Я прихожу к этому выводу. Я хочу, чтобы вы увидели, что упадок духа имеет разрушительное действие. Это может дорого вам стоить. И не только денег, но и взаимоотношений. И также это может ударить по вашей духовной жизни. Потому что вот что происходит. Вы впадаете в отчаяние и падаете духом. Вы не боретесь с этим. И когда вы начинаете говорить, Бог не отвечает на мои молитвы, ему до меня нет дела, я знаю, что говорит Библия, но он не со мной, потому что он ничего не делает. Что происходит? Понемногу сатана начинает подкидывать вам сомнения. Но если бы Бог заботился обо мне, то он бы это изменил. Если бы Бог любил меня, он бы не допустил этого. Если бы Бог то и это, то тогда бы. Итак, сомнения начинают расти, и вот что происходит. Естественно, что вы начинаете уходить в сторону от Бога и от взаимоотношений с Ним. А потом все становится еще хуже. И не пройдет много времени, как вы отойдете в сторону настолько сильно, что впадете в грех. И тогда вы снова будете в отчаянии, потому что знаете, где вы были раньше. Знаете, кто вы в очах Божьих. И вы думаете, как я здесь оказался, и как же мне отсюда выбраться. Это можно сделать, принимая правильные решения. Последствия неправильных поступков всего этого не стоят. Итак, вопрос таков. Как же от всего этого избавиться? Я хочу сказать вам, что есть две или три вещи, которые помогут сделать это. И вот первая из них. Послушайте внимательно. Все это сейчас на экране, но послушайте меня. Это ваша точка зрения. То есть, если я хочу выбраться из отчаяния и упадка духа, то не имеет значения, где и как я начал, или кто это начал, или кто стал причиной. Но если я хочу выбраться, то я должен думать правильно. Какова моя точка зрения? Во-первых, я должен посмотреть на себя и сказать, из-за чего я отчаиваюсь, что стало причиной этому. Сколько времени я еще собираюсь быть в таком положении? Итак, во-первых, я должен посмотреть на себя. Большинство людей хотят винить других, но сначала нужно посмотреть на себя. Второе, что я должен сделать, посмотреть наверх. Бог всемогущ. Я знаю, что у него есть сила, чтобы вывести меня отсюда. Библия говорит, что он любит меня, и я знаю, что это так. Я знаю, что он со мной, и что у него есть сила, чтобы спасти меня от этого. Я знаю, что он говорит так, и я буду взирать наверх. Послушайте, если вы не будете смотреть вверх на Бога, то у вас будут неприятности. Третье, что я должен сделать, я не буду смотреть назад. Потому что если я буду оглядываться назад, послушайте, не имеет значения, кем вы были раньше, если теперь вы верующий. Если вы посмотрите назад, то увидите, сколько раз Господь выводил вас из различных проблем, ситуаций, обстоятельств. Он провел вас через них и через многое другое в прошлом. У вас все это было. Послушайте. Вы сами видели избавление Божье в своей жизни. Поэтому для ободрения вы можете вспомнить, что Бог делал в вашей жизни в прошлом. Многие люди говорят, я уже давно оглядываюсь назад. Но вот что я имею в виду. Вспоминайте о том, что для вас сделал Бог, а затем смотрите вперед. Если Бог смог сделать это раньше, то Он сделает это и в будущем. Я смотрю вперед. Есть много людей, которые постоянно оглядываются в зеркало заднего вида. Они все время так живут. Давайте я расскажу, как было раньше. Не нужно рассказывать мне слишком многого о прошлом. Расскажите мне о том, что Бог делает в вашей жизни сейчас, и что вы хотите увидеть от Него в будущем. Послушайте. Если Он смог провести вас через то, что Он сможет провести вас и через это. Он может провести вас туда, куда хочет сам. Не забывайте, что у Него есть воля, цель и план для вашей жизни. Это воля, цель и план на то, чтобы ваша жизнь была хорошей. Всегда хорошей. Итак, первое, что я должен сделать – исправить свою точку зрения. Я должен принять решение. Я должен заглянуть внутрь себя и обнаружить. Откуда же все началось? Это во-первых. А теперь посмотрим на второе. А второе – это правильная реакция. Что это за реакция? Давайте откроем Евангелие от Марка, 6 главу. Послушайте, что сказал Иисус. Он был мудр, чтобы вовремя остановить своих учеников. Потому что, как бы хорошо они ни проповедовали, вот что с ними произошло. Прямо перед этим местом Писания идет описание казни Иоанна Крестителя. И вот один из избранных слуг Иисуса, верных слуг и любящих друзей, был казнен. Ему отрубили голову. И что же происходит? Прочитаем 30 стих 6 главы Евангелия от Марка. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. Он знал, когда они уставали. То и здесь мы видим ответственность и подотчетность. Такое бывает, когда в своей жизни куда-то движетесь, движетесь и движетесь, пока это не начинает морально давить на вас. Итак, во-первых, иногда вам нужно остановиться, отдохнуть и сказать, «Хорошо, мне нужно посмотреть на себя с точки зрения Бога и понять, что происходит. Мне нужно передохнуть». Во-вторых, нужно посмотреть на свою жизнь и подумать, что в ней нужно реорганизовать. Вы скажете, «Реорганизация – это не моя проблема». Может быть, но вы должны задать себе вопрос. Во-первых, что я делаю из того, что не нужно делать, и чего я не делаю из того, что нужно делать. Что я делаю правильного, но делаю неправильно. То есть вы тратите силы, время и, может быть, деньги, которые не нужно тратить. Вы должны реорганизовать свою жизнь, потому что она идет очень быстро. Поскольку жизнь вокруг нас движется так же быстро, мы должны двигаться в ногу с ней. Так что мы должны задать себе вопрос, «Как мне за меньшее время сделать больше и более эффективно?» Иначе говоря, мы должны реорганизовать свою жизнь. И третье – это самое важное. Вы должны принять решение всем своим сердцем и разумом доверять живому Богу. Вы должны довериться Ему независимо от того, через что вы проходите. Мы должны Ему довериться. И одна из тех вещей, о которых Иисус постоянно говорил ученикам, было доверие к Нему. Он говорил, маловеры, «Почему вы не поверили Мне?» Иначе говоря, ему пришлось сталкиваться с этим вопросом. Поэтому мы должны принять решение в своем сердце – «Я буду верить Ему». И в чем же я должен Ему довериться? Я должен доверять Ему, что Он является тем Богом, которым Он Себя называет, что Он все контролирует, что, как сказано в Псалме 102,19, «Господь на небесах поставил престол Свой и Царство Его всем обладает. Я буду доверять Ему, потому что Он Бог этой вселенной». Второе. Я буду доверять Ему в том, что Он благой Бог. Он говорит, что Он благ. Он благ. Я могу видеть благо в своей жизни. Я могу смотреть на те времена в жизни, когда Он давал мне благо, которое я тогда считал злом, но потом мои глаза открывались и понимал, что это было для меня благо. Ведь Господь – благой Бог. Вы скажете, а как же такие два понятия, как «благой Бог» и «наказание» могут идти рука об руку? Он настолько благ, что не нарушает своего слова. И так Он благой Бог. И не только. Он не только добр и имеет возможность все контролировать, но к тому же Он во всех обстоятельствах рядом со мной. Я удивляюсь, когда вижу людей, которые падают духом и говорят, «А как насчет того стиха не оставлю и не покину тебя?» Я знаю, что Бог со мной. А что же дальше? Послушайте. Бог говорит, что Он всегда будет со Своими детьми. Где Он пребывает? Он живет внутри вас, посредством Святого Духа, который пришел, чтобы обитать в вас и поставил на вас печать Дитя Божьего. Как только вы принимаете спасение, вы становитесь Его дитем. И Он говорит, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Где Он пребывает? Внутри нас, давая нам направление и силу, ободрение и помощь. И все возможное, чтобы мы стали теми, кем Он хочет нас видеть. Вот каков Он. Поэтому, если я решил в своем сердце, что Бог держит все в своих руках, что Он любит меня, что у Него вся сила и что Он со мной, то для меня не будут иметь значения те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Я никогда не буду сталкиваться с ними в одиночку. Так что знайте, что у вас есть Тот, кто работает с вами в одной команде. И Он на вашей стороне. Он готов помочь вам укрепить, поддержать и дать вам правильный взгляд на жизнь, если вы будете слушать Его и верить Ему. И все-таки есть люди, которые заводят свои жизни в тупик, потому что не могут справиться с разными ситуациями и обстоятельствами. Слава Богу, что нам не приходится справляться с проблемами в одиночку. Бог сказал, что поможет нам с ними справиться, и все, что я должен делать, это слушать Его и принять в своем сердце решение, что я буду повиноваться Ему, несмотря ни на что. Я должен сопротивляться отчаянию и упадка духа, потому что разочарование может прийти, и его не удастся избежать. Разочарование может быть вокруг вас, но вы не должны его принимать. Помните, разочарование нельзя избежать, но упасть духом или нет – это ваш выбор. Я отказываюсь падать духом. На каком основании? На основании того, что Бог любит меня, и Он благой и всемогущий. Он со мной и проведет меня через это, так как Он обещал, что никогда не оставит меня. Так что думайте позитивно. Даже если я в замешательстве, но я с Богом. А если я с Ним, то Он поможет мне выбраться. Бог не оставит меня в таком положении. И что происходит, когда вы так думаете? Все вдруг начинает меняться, так как вы изменили свое отношение. Теперь вы готовы пойти на работу и исполнять то, чего от вас хочет Бог. Возможно, вы скажете «У меня нет работы?» Доверьтесь Богу. Вы скажете «Есть миллионы людей, у которых нет работы». Но вы должны спросить у Бога следующее. «Бог, в этот период времени, в который я не имею доступа к тому, что делал раньше, что ты хочешь делать внутри меня?» «Боже, может быть у меня слишком много гордости, чтобы не браться за незначительную работу?» «Есть люди, которые не устраиваются на работу, потому что она кажется им слишком незначительной. Моя мать преподала мне хороший урок. Она работала на текстильной фабрике в первую смену, а я во вторую. И пока она работала, днем я убирал дома, потому что мне больше нечего было делать. Я наводил порядок, чтобы к ее приходу все было как нужно. Она научила меня мыть ванную, протирать комод. Она напоминала мне о том, что к чему бы Бог не призвал меня, я никогда не должен казаться себе слишком важной особой, чтобы не браться за черную работу. Потому что когда вас распирает от гордости, вы не можете браться за грязную работу. «Возможно, у вас проблемы из-за того, что Бог пытается вас чему-то научить. Я сочувствую людям, у которых нет работы, которые хотят работать, но пока еще в процессе поиска работы. Я ободряю вас, кем бы вы ни были, помните, отчаяние и упадок духа – это выбор. Но если вы будете следовать простым инструкциям, которые мы вам дали, то Бог проведет вас через это и направит вас на нужный путь, потому что Он – Бог. Если вы не верующий, то какой смысл игнорировать Бога и при этом молиться «Господь, мне нужна работа, мне нужно то и это». Поступая так, вы ничего не получите. Кроме того, я хочу сказать, что когда вы проходите через упадок духа, вы должны каждый день читать эту книгу, Библию. Я помню, как в моей жизни были сложные времена, которые могли бы привести в отчаяние кого угодно. Некоторые периоды длились достаточно долго. Но именно это заставляло идти меня вперед неделю за неделей, год за годом. И каждое воскресенье я должен был проповедовать. Я хотел проповедовать, но мне всю неделю приходилось учиться. И знаете, что происходило? Несмотря на то, как сложно и больно мне было, сколько я плакал, чувствовал себя отверженным и тому подобное, я каждый день пребывал в Божьем Слове, готовясь к воскресной проповеди. Люди спрашивали меня, «Как тебе удается это и это?» Я этого не понимал, пока не прошел через все. И тут мне открылось, «Господь». Так было, потому что я каждый день читал Твое Слово. Каждый день я размышлял о том, что Ты говоришь, и перенимал Твои мысли и идеи в свой разум. Иногда я делал это и одновременно плакал. Но Бог что-то делал в моей жизни через Свое Слово. Я хочу сказать вам, если в вашем доме Библия закрыта, вам лучше открыть ее. Вы должны открыть ее и узнать, что говорит Бог. «Господь, я слышал, что говорил тот человек. Что Ты хочешь мне сказать? Я не знаю, где мне читать Библию. Просто откройте Слово Божие и начните читать Евангелие или послание апостолов, псалмы или притчи. Скажите Богу. Господь, я хочу, чтобы Ты проговорил в мое сердце через Свое Слово. Я устал от упадка духа. Я хочу жить так, как желаешь Ты. Это мой единственный путь. Я углубляюсь в Твое Слово Божие, и через Него обращайся ко мне. Будет ли Бог говорить с вами? Да. Почему? Потому что Он любит вас и желает для вас самого лучшего. Но если вы не будете углубляться в Божье Слово, то вам будет трудно вырваться из упадка духа и отчаяния. Я молюсь, чтобы вы углубились в эту книгу и выбрались из отчаяния. Будьте счастливы, радостны, плодотворны и богаты. Вот о чем я молюсь. Где же все это начинается? Все начинается с того, что вы признаете потребность в Боге. Все начинается с того, что вы исповедаете Богу свои грехи и принимаете Иисуса своим Господом и Спасителем. Попросите Его простить ваши грехи. Скажите Ему, что вы нуждаетесь в Нем. Попросите Его очистить вашу жизнь. Доверьте Ее Богу. И как только вы захотите обратиться к Господу и помолитесь Ему таким образом, то, как говорит Его вечное Слово, Он простит ваши грехи и запишет ваше имя в книге жизни Агнца. А также Он будет обитать внутри вас посредством Святого Духа, и вы навсегда останетесь Его детем. А также Он будет идти с вами по жизненному пути до тех пор, пока не призовет вас домой на небо. Этого никто вас не отнимет. И это лучшая жизнь, которую вам предлагает Бог. Я молюсь о том, чтобы вы приняли это решение, пока у вас еще есть время. Отец, благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам. Она намного больше, чем мы можем ее описать. Я молюсь, чтобы все разочарованные, неудовлетворенные упадшие духом люди, которые слушают это послание, обрели ту лучшую жизнь, которую ты даешь через своего Сына Иисуса Христа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.